Привет, мои скауты! С вами Кивайт и добро пожаловать в LEGO Marvel Super Heroes! Мы снова здесь будем смотреть персонажей и на этот раз мы посмотрим всех доступных персонажей. Я уже делал подобное видео с LEGO Batman 3 Beyond Gotham. Это DC вселенная, там другие персонажи, это всем понятно, я думаю. И вам очень это понравилось. Я решил, почему бы вам не показать LEGO Marvel Super Heroes тех персонажей, хотя я об этом вообще давно думал, до того, как вышла LEGO Batman, потом почему-то забыл об этой идее. Но теперь хорошо, что я ее вспомнил. Ну и вы мне, конечно же, напоминаете в комментариях. DC это одна вселенная, Marvel это другая вселенная. И постоянно фанаты этих вселенных как-то враждуют. Они говорят, нет, Marvel лучше, нет, DC лучше. Там в Marvel украли персонажей, нет, в DC украли. Я люблю две вселенные. Правда, люблю, как бы, по душе мне больше DC, потому что там более такие глубокие персонажи. И если брать Ханитель, то их вообще можно там всю жизнь изучать. Очень крутые. DC мне ближе, да, я всегда это говорил. Но я обожаю также и Marvel. У меня, наверное, на канале больше видео по Marvel вселенной. Там и пауки различные прохождения, и Disney Infinity, и LEGO Marvel Super Heroes LEGO. Там куча всего по Marvel. Так что Marvel я тоже очень люблю. Тех же Стражей Галактики, того же Паучка, который один из самых вообще популярных персонажей в мире. Ну, и Бэтмен, один из самых популярных там. Ну, и Паук тоже. То есть, Паук, Железный Человек сейчас очень популярен после фильма. Куча персонажей, Мстителей также. Ладно, хорош о них рассказывать. Давайте начинать всех персонажей смотреть. Кстати, я хочу сделать такую пометочку, что я не буду показывать персонажей из DLC, которые я уже показывал. Я оставлю ссылку в описании. Если вам интересно только DLC, то заходите по ссылке, там будет DLC, посмотрите. Я покажу только вот этих персонажей. От этого вот до Железного Человека. Ну что, приступим. Приступим. Тони Старк у нас первый выпал. Отлично, просто шикарно. Ну, Тони Старк, я думаю, сейчас очень многие знают. Это он же Железный Человек. Он открыл свою личность. Все знают, что Тони Старк это Железный Человек. И он тем самым порвал шаблон, что супергерои скрывают свою личность. А Тони Старка я вам показал. Вот здесь он в своей такой робе. Он часто появляется и в комиксах, и в фильмах. В этой одежде. Такая рабочая, где он конструирует различные детали для своего костюма. Здесь еще очень круто так подсвечивается его штука, реактор этот в груди. Дальше мы идем. Я хочу, чтобы выпал сейчас первый костюм. Если сейчас... Вот, отлично. Первая модель его. Если вы знаете, то в пещере он выбрался с помощью этой модели. Я, кстати, долго не буду останавливаться на всех персонажах, потому что это... Блин, займет очень много времени, если я буду про всех рассказывать, про кого я что-то знаю. Да, видите, он даже вспотел, потому что на самом деле тяжелый костюм. Он там очень много весит по сравнению с другими. Другие он уже облегчил, конечно же, чтобы проще летать было. Дальше у нас... Ну, берем М42. Шикарнейший костюм. Я, кстати, говорил, что покажу костюмы Железного Человека и Паука, и вы мне об этом напоминаете постоянно в комментариях. Я покажу, честно покажу, и все о них расскажу. Так что давайте, наверное, сейчас очень быстро все это покажу. М42. Очень классно выглядит. Один из моих любимых. Потом в нижнем белье вот такой вот он был в прохождении. У него и носочки, и такие трусы с сердечками. Забавно. Дальше у нас идет, по-моему, М6. Нет? А, Век Героев. Это по старым комиксам такой очень минималистичный костюм. Не знаю, но он мне нравится. И голова, видите, здесь не такая, ну, шлем не такой, как был у прежних, а вот именно леговский такой. Так. Хартбрейкер. Я, честно говоря, не особо знаком с этой броней. Потом о ней я узнаю и расскажу. Но выглядит интересно. Здесь три цвета прям используются. Красный, серебряный и золотой. Так. А, да, и шлем у него немного другой. М6 дальше идет. Вот такой с треугольным реактором. Ну, в принципе, обычный. Вот только треугольничек, да, отличает его. М7, пожалуйста, покажите. О, отлично у нас. И здесь он точно такой же, примерно. Там, конечно, что-то отличается. Но у него здесь круглые реакторы. В принципе, все. Идем дальше. Халк. Тоже очень популярный персонаж. Обожаю Халка. Кстати, почему у него здесь... Эй. Почему у него такие бежевые трутеля? У него же фиолетовые должны быть. Ну, да ладно. Тут я не помню. Так, может быть, они меняются постоянно. Давайте выберем, например, паучка. Спайди. О, как я скучал по Спайди. Не знаю почему, но давно его не видел. Нет, у него все бежевые. Ну, хорошо. Бежевые эти. И он может превращаться, конечно же, в Брюса Бэннера. Тебя же Брюс... Как его зовут? Я, честно говоря, забыл. Да, Брюс. Я уже что-то с Бэтменом, да? Совсем уже ассоциации. Но это Брюс Баннер. Вот такой вот парень-ученый. Шикарный парень. Идем дальше. У нас здесь Спайди. Один из моих любимых супергероев. И, наверное, в детстве самый любимый. Я по нему больше всего комиксов читал и мультфильм осмотрел. Вот, был реально очень классный. Я всегда его обожал. Обычный его костюм. Вот, не знаю, он очень классный. Такой колоритный. Питер Паркер. Наш любимый фото... Кстати, он фоткать не может. Это жаль. Но камера у него знатная. Знатая. Хорошо, идем дальше. Здесь у нас Капитан Америка. Уже пошли Мстители. Вот такой у него здесь костюм. Кстати, по-моему, здесь две разновидности. Да, классическая версия. Такая более светлая. И с меньшими деталями. И уже... Вот такая версия из фильма, по-моему. Вот так она выглядит. Более темная и больше прорисованных деталей. Вот она мне побольше нравится. Мистер Фантастик. Он же Рид Ричардс. Из Фантастической четверки. Кстати, здесь очень круто сделано. У него такие белые локоны. И именно анимация тоже классная растягивается. Потом это использовали... Ну, переняли уже в Лего Бэтмен. В Рид Бионд Готт. Ну, понятно, они разработчики. Почему бы им не брать свои же фишки? Здесь, кстати, костюм есть из Фантастичес... Что за бред? Почему... А, это, по-моему, ранний костюм. Или, наоборот, поздний Фантастической четверки. Белый такой. Но выглядит круто. Выглядит круто. Вот ему он особенно подходит. Потому что, я же говорю, белые локоны. И здесь он смотрится шикарнейшим образом. Мы с вами идем дальше. И тут Соколиный Глаз. Я, наверное, это видео разделю на две части. Потому что я все равно долго говорю, как обычно. Люблю поболтать. Так что, наверное, да. Половину посмотрим. Половину еще оставим. Соколиный Глаз. Здесь у него костюм из Мстителей из фильма. Не комиксный. Комиксный есть там дальше в DLC. Так что можете посмотреть видео по DLC. А вот здесь он так выглядит с луком. Не очень люблю, на самом деле, этот персонаж. Он какой-то очень скучноватый, что ли. Только не бейте меня, если вы фанат. Это у нас Черная Вдова. Черная Вдова. Волосы не покороче и не порыжевее. Ну, вы поняли меня. Так бы она еще более симпатично смотрелась. Росомаха! Ну, вы знаете, моя любовь к росомахе. Если вы знакомы с моим видео. Я обожаю росомах. Вот здесь он, конечно, не особо напоминает Хью Джекмана. Хотя, знаете, здесь же добавляли по фильмам в основном. Ну, брали. Потому что сейчас, когда Лего Игр покупают, то многие не знакомы, например, с персонажами. Так детально, да? Как фанаты комиксов, например. Или мультов. Они просто знают, например, по фильмам. Смотрели фильм, потому что фильмы чаще смотрят, чем читают комиксы. Так вот, знают, например, они Хью Джекмана. Они привыкли к этому образу. И поэтому используют чаще фильмы, фильмовые образы. Здесь почему-то взяли такой более оригинальный. Хорошо. И в маске. Он же в маске. Маска потрясная. Потрясающе. Ну что, идем дальше. Здесь у нас Человек-факел. Ох, я хочу, чтобы он взлетел. Вот этот вид мне... Я просто реально обожаю этого. Когда я смотрел первый фильм по Фантастической четверке, который вроде как был не очень. Но там я любил этого. Парня, который потом уже сыграл Капитана Америку. Забавно. О, он продолжает гореть. А, он, по-моему, будет остывать. Анимация здесь классная. Тор у нас идет. Я уже его показывал в Мстителях. Вот такой вот Тор. И здесь есть еще другая версия. Давай, покажись нам. Классическая. Опять же, такая более светлая. Здесь он без щечины. Такой молодой. Какой-то даже не знаю. Очень странный. Костюм немного другой. И посветлее. Вот все. И плащ посветлее. Все посветлее становится. Дальше у нас идет Циклоп из Людей Икс. Костюм классный. Дальше еще у нас есть Ultimate костюм. Давайте глянем на него. Там он с такой леговской головой. И... Ну, не знаю. Сам костюм неплохой. Но чего-то не хватает все-таки. А тот как-то более детальный. Ну, много-много всего. А, нет. Это не Ultimate версия. Это... Астан... Астанайшинг версия, по-моему. Джин Грей. Джин Грей. Ой, почему я на Фениксе? Там же... Вот, Джин Грей. Вот она у нас идет. Дальше у нас идет... Она превращается у нас чудеснейшим образом в Феникса. И еще есть другой Феникс. Красный Феникс. Но я... Он в DLC. А я же говорю, что DLC показывать не буду. Вот такие у нее крылья. Оп. Крылья, как у бабочки какой-то здесь. Хорошо. Вот если бы сделали большие такие крылья. По-моему, в Лего Бэтмане там был персонаж с большими крыльями. Шторм. Она же Гроза. Так, ты можешь молниями бить? Ты же, по-моему, могла. А ну-ка, давай, Паучка. Долбанинец. Не хочет она его бить. Ну и ладно. А, например, ту штуку... Нет, не хочет. Ну и ладно. Дальше у нас идет Зверь. Зверюга. Эх ты. Крутой. Вот он здесь, знаете, такой более злой. Но когда он, например, что-то делает. Или книжку читает. Или еще что-то. У него такие добрые глаза. Ну как этого парня не полюбить? Я не знаю. Дальше у нас Айсберг. О, что такое с игрой было? Айсберг у него... Кстати, я не замечал, что у него здесь ремень есть и значок X. У него даже такая фактура, текстура, я не знаю, ледяная. Вот этого я тоже особо не замечал. Думал, он просто такой, знаете, полупрозрачный. Кстати, было бы... Я не знаю, не видел леговскую фигурку живьем. Этого персонажа вообще есть она или нет. Но я бы вот сделал на месте дизайнеров ее такой полупрозрачный. Это было бы правда классно. Но я не знаю, как они поступили. Меня надо брать в дизайнер. Лего-фигурок. Женщина-невизимка. И опять же у нее есть второй костюм. Второй-второй костюм. Вот она. Она же, по-моему, сестра факела, да? Человека-факела из Фантастической четверки. Существо. Его, ну, такой стандартный, скажем так, вид. В шортах. Ну, Халк только печенюшный. Особенно в новом фильме он будет похож на печеньку. И Фантастическая четверка вот в таком он... Я не знаю, это не комбинезон даже, но борцовка что ли. Да? Что-то вроде этого. Майка у него и штаны. Хм. Белые. О, Карнаж дальше идет. Я увидел Карнажа и вспомнил, какой он классный. Ник Фьюри. Здесь, опять же, я говорю, что фильмовская версия, не каноновская, комиксовая. У меня, кстати, даже был в детстве еще такой магнит. Или фишка, или магнит. Там еще он был такой переливающийся белый Ник Фьюри. Я тогда еще не особо был знаком с ним. Такой, думаю, кто-то такой, что это за парень такой? Из Марвела. И еще и белый такой. Еще и белый. А здесь вот взяли черного. Хорошо. Мария Хелл. Это сотрудник щита, не особо интересный персонаж. Агент Колсон. Он же есть сейчас в сериале Щит, который я не смотрю, потому что он мне показался скучным. Ну, я там пару серий посмотрел. Дальше Мерзость. Вот один из противников Халка. Помню еще по фильму, там Ужасная Мерзость была. Помню по фильму Халк 2000 какого-то там года, после 2003, что-то вроде второй части. Невероятный Халк. Поглотитель. Кстати, он, по-моему, был. Этот персонаж, я как-то читал новости, что в Щите был. Он поглощает силы и может становиться, например, металлическим. То есть, я не знаю, как это здесь работает. Так, а ну-ка. Он может вообще любым становиться, но, по-моему, он чаще металлический вид принимает. Что-то как-то здесь это не работает вообще. Ты должен это делать, парень? Да, вроде да. Почитайте, если вам будет интересно. Дальше у нас солдат ЦИИ. Вот, честно говоря, не в курсе, кто это такой. Белс. Ну, видимо, какой-то работник. Что такое? Так, достает пушку. Угу. Олдрич Киллиан. Киллиан это из, ну, скажем так, я не знаю, не вселенной, но из комиксов про Железного Человека, один из его врагов. И здесь же образ взят из фильма, третьего фильма, где он еще и загорался. Так, я вот не знаю, как ты здесь будешь загораться? Так, днем пышет. Ну, образ точно взят из фильма, это я вас уверяю. Посмотрите, если не видели. Человек-муравей. Это сейчас очень актуально, потому что скоро в 2016 году выходит фильм про Человека-муравья. Это, я думаю, актуально. Он может уменьшаться. Это вот это, когда я увидел впервые вот эту способность, мне показалось это очень мило. Посмотрите, какой он, ну, не знаю, он классный. Он очень классный такой, когда маленький. О, такой миниатюрный. Замечательно. И анимация сделана шикарно, повторюсь. Архангел у нас дальше идет. Вот я не помню. Он из Людей Икс или же из врагов? Не помню. Ну, по-моему, Архангел, он из Людей Икс. И вы мне еще писали, что я его забыл показать. Вот он. У него крылья такие здесь как будто металлические. Но, по-моему, я не знаю, был в Людях. А, стоп, кажется, я его показывал даже где-то. Где-то я его показывал. Ой, я там разлубил нашего любимого паучка. Арним Золт. Это злодей уж точно. А, это, кстати, не помощник. Не помощник ли этого, мандарина. По-моему, да. Вот что-то у мандарина был какой-то такой друг. Тетя Мэй. Тетя Мэй. Тетя Питера Паркера. Ну, все мы ее знаем. Дядя Бен, тетя Мэй. Все мы в курсе, ребят. Жук. Жук дальше идет. Жучелла. Не знаю, кто это такой. Вот, правда, не знаком. Но выглядит интересно. На кого же он похож? Мне на кого-то напоминает из DC. Там куча... А, убийца-мотылек. Да, там тоже похожий персонаж есть, но он тоже злодей. Это не знаю. Выглядит как супергерой. Черный гром. Черный гром. Хочу увидеть... Вау. Анимация. Так, что за заряд? Он вдыхает. И... Вау. Вау, это... Это, правда, круто выглядит. Еще раз давай. Смотрите, какая анимация. Шикарная. Вот такую сделали бы черные канарейки в DC. Эх. Вот лентяй, лентяй. Вот здесь, черного грома. Черный гром. Не знаю, кто это такой. Черная кошка. Постоянно путал ее раньше с... Женщиной-кошкой. Но теперь вроде такого нет. Это Фелиция Харди. Ну, часто появляется в комиксах про Человека-паука. Она как бы нейтральный персонаж, я считаю. И не злодейка, и не супергероиня. Это у нас Черная Пантера. Она связана больше, наверное, с Мстителями. Да, 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 да. С Мстителями. А даже, по-моему, в каких-то версиях она основывала... Ой, или он... Это он же. Он основывал Черную Пантеру. Ой, Мстители, что я уже несу. Блейд у нас дальше идет. Кстати, я раньше не знал, что Блейд это Марвеловский персонаж. Правда, не знал. Думал, что он как бы отдельный чувак. И потом только вот... Ну, здесь опять же фильмовский взят образ. Потому что, ну, я вот лично думаю, мне больше фильмовский напоминает. Хотя комиксный я не видел. Опять же, не видел. Вот и татушки у него все есть. Все при себе. И катана замечательнейшая. Все есть как надо. Дальше у нас Пузырь. Пузырь. Ничего себе здоровяк. Ты умеешь летать? Правда, не знаю. Но похож он на злодея. Я не думаю, что это супергерой. Если это так, то... Я уж не знаю, кто мог создать вот такого вот супергероя. Похож на растолстевшего... Растолстевшего вся. Рида Ричардса. Я вроде это сказал. Меченый. Булзай. Ой. Какой Булзай? Как его там звали? А, по-моему, Булзай и звали. Булзай это вообще из истории игрушек. Он был в комиксах про Сорвиг. Голову появляется. И в фильме тоже есть. Который не очень... У него еще вроде там была в голове прям... Ну, как пробито что ли. Ну, знаете, как шрам. Он стреляет точно. Там и картами, и дротиками. Чем хочешь. Ну, чаще использует карты. Кстати, как и Гамбит. Им, наверное, проще так делать. Давайте дойдем эту строчку до конца. И, наверное, закончим. Потому что очень долго уж. Очень долго. Капитан Британия. Понятия не имею, кто это такой. Но персонаж довольно интересный. Ну, хотя я не думаю, что он пользуется огромной популярностью. Как-то, ну, странно, не знаю. Карнаж. Просто вот обожаю этого парня. Даже, наверное, больше, чем Венома. Он интереснее, мне кажется, чем Веном. Ну, хотя со мной, наверное, многие поспорят. О, тихо, тихо. Так, разлетался уже. Но, вот, к сожалению, здесь у него нет какого-то большого образа, как у Венома. Колосс. Именно считается колосс, насколько я помню. Не колосс какой-то, а колосс. Воу. Может быть, смотрите. Вот я бегу. Ускоряюсь. И, видите, немножко, немножко быстрее начал бежать. Правда, здесь он, ну, очень странно сделан. Вот, честно говоря, я не одабриваю этот дизайн. У него что-то с руками. Какой-то он, не знаю, отвратительный, как мне кажется. Лучше бы сделали обычный парня. Вау. Это очень сильный парень. Обычного размера. Хотя, да, в комиксах он, конечно, больше, чем обычный. Но, все равно. Курт Коннорс. Он же человек-ящер. И здесь он может превращаться. Вот так, по-моему, намного интереснее и намного узнаваемее, чем какой-то там Курт Коннорс. Кто это такой, Курт Коннорс? Вот, человек-ящер, пожалуйста. Был в фильме про первого человека. Новый Человек-паук. Не хочу так назвать. The Amazing Spider-Man. Там он был, ну, антагонистом, можно сказать. Хотя, в принципе, чувак хороший. Рабочий Damage Control. Ну, рабочей фирмы. Ничего в нем необычного нет. Не хотелось бы на нем заканчивать. Но, что поделать, потому что очень много как-то выходит. Я покажу обязательно всех персонажей. Сделаю, наверное, ряд видео. Так что, обязательно ставьте лайки, если вам понравилось. Буду показывать всех. Дальше у нас идет Росомаха. Вот я его включу. Но ничего не скажу вам про него. Росомаха с вами прощается. Ставьте лайки, если вам нравится. Мне будет очень приятно, если вы будете довольны. Если вы насладитесь этим видео. Также пишите в комментариях. Может быть, у вас есть какие-то пожелания для показа. Или для отдельного показа каких-нибудь персонажей. Пишите обязательно в комментариях. Я их всегда читаю. И подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить новые видео. Всем спасибо. Всем пока.